МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Красота", это страшная сила, говорила всеми любимая Фаина Раневская, поправляя шляпку и глядя в зеркало. Это бесспорно, но что же такое красота? Во все времена и у разных народов представления о красоте были различны, но есть и нечто общее, ухоженные волосы. Поэтому профессия парикмахер будет востребована всегда. Ей посвящен и сегодняшний выпуск программы «Один день с профессионалом». С тех пор, как человек впервые увидел свое отражение в зеркальной поверхности, его желание хорошо выглядеть только усилилось. Любая возможность улучшить свою внешность как-то выделиться стало насущной необходимостью. Когда-то давным-давно наводить марафет и следить за модой могли себе позволить только богатые люди. У них были на это время и деньги, и профессия цирюльника тогда не приносила больших доходов. История сохранила для нас лишь некоторые имена, известных в свою эпоху парикмахеров. Сегодня ситуация изменилась. В наши дни ни один человек не обходится без визита в парикмахерскую. А слава известных мастеров причесок гремит на всю страну. Так кто же они сегодня, парикмахеры? Профессия парикмахер – это как-то уже очень ограниченное понятие. Это творец. Это творец настроения, творец красоты, творец, ну, наверное, вы знаете, великого ощущения счастья. Потому что когда человек гармоничен, то есть мы говорим о том, что действительно волосы, зубы, ноги, ногти – это все понятно. Вот именно часть, основную часть вот этого начала, ноги – это тоже часть парикмахерского искусства, да, руки. Мы понимаем, что это создание единого образа красоты, уверенности и действительно излучения здоровья. Самая распространенная и доступная специализация для начинающих – парикмахер широкого профиля. Этот специалист не только стрижет, красят, сушат и завевает волосы, но и мастерски используют машинку, фен, знают особенности химических составов красок и их биологическое воздействие на человека. Готовят таких специалистов в Чебоксарском экономико-технологическом колледже. Профессия парикмахера – одна из самых востребованных профессий на рынке труда нынче. Наряду с поваром, кондитером, сварщиком, водителем автомобилей, как вы знаете. Подготовка парикмахеров в нашем колледже ведется давно, но в отличие от других учебных заведений, чем у нас разница? Тем, что наши студенты могут после получения рабочей профессии парикмахер поступить уже на уровень среднего профессионального образования и получить специальность парикмахерского искусства. Это не говорит о том, что они только после окончания могут поступить на парикмахерское искусство. Это только у них право такое есть, но фактически они могут учиться одновременно на парикмахера и на парикмахерское искусство. Система профессионального образования позволяет сегодня будущему парикмахеру виртуозно освоит технику стрижки и ухода за волосами. Наработанные методики, опыт педагогов колледжа создает солидную базу для обучения. А уже совершенствовать свое мастерство парикбахеры могут, участвуя в различного рода конкурсах и соревнованиях. Таких, например, как Республиканская олимпиада профессионального мастерства. Она прошла на базе колледжа. Я считаю, что конкурс нужен для того, чтобы молодые люди больше уважали свою профессию. Дело в том, что при подготовке к конкурсу тратится очень много сил и энергии молодых людей. Они понимают, что каждая прическа выражает конкретно каждую личность. Личность определенная должна быть неповторима всегда. Поэтому, пройдя подготовку к конкурсу, а затем непосредственно сам конкурс, естественно, каждый мастер повышает свое мастерство. Будь то мастер начинающий, будь то мастер опытный или мастер, который уже, скажем так, даже стилист. Что такое талант? Конечно, это сначала богом данность, а потом уже трудолюбие, трудолюбие, трудолюбие. Есть люди очень талантливые, которые не работают. И есть люди, которые в себе развивают талант. Давайте исходить все-таки из труда. Сколько человек в себя вложит, столько он в итоге получит. Создать мужскую модную прическу – такая задача стояла перед участниками Олимпиады на финальном этапе конкурса. На все про все всего лишь один час. Каждый из участников, идя на такое испытание, рассчитывает повысить мастерство и, возможно, по-другому посмотреть на творение своих рук. Мне проще стричь мужчин, потому что они полностью доверяют тебе и говорят, стричи на свой вкус, как тебе больше нравится. А женщины, они все равно все знают, что они хотят. И уже если вдруг что-то сделаешь на свой вкус, им может это не понравиться, и может произойти такой маленький конфликт. С парикмахером, да, я хотела стать с детства. У меня даже мечта была, я всегда, у меня тетя парикмахер, я как бы с ней, на нее смотрю. Вот. А сюда как-то, не знаю, получается, я хотела вначале куда-то в другое место, а потом все же решила в своей мечте пойти на парикмахера. 40 баллов – именно столько мог максимально заработать каждый участник. Форма, цвет и стиль каждой работы тщательно оценивались членами жюри. Самое большое количество баллов набрала студентка Чебоксарского экономико-технологического колледжа Марина Васильева. Кстати, решение учиться на парикмахера Марина приняла, глядя на свою маму. Ну, с 15 лет я начала плести косички, мне это понравилось, моя мама тоже парикмахера, но я и решила поступить сюда, в ЧТК. Самое сложное – это мужские стрижки, так работаешь с машинкой, можно проехаться, не так. Мне нравится делать людей красивыми. Через несколько лет Марина видит себя и парикмахером, и визажистом, и манекюристом, в общем, специалистом широкого профиля. И именно такие олимпиады помогают ей достигать желаемого. Участие в профессиональных выставках, конкурсах, фестивалях – мечта любого амбициозного профессионала. Ведь большой путь начинается с маленького шага. Оксана Иванова закончила Чебоксарский экономико-технологический колледж два года назад, и все это время постоянно совершенствовала мастерство. Работаю уже второй год. Эта профессия мне очень нравится. Также дальше участвую в различных конкурсах, занимаю призовые места по региону Чуваши и Мариел. Недавно съездила на «Золотые ночницы» в Казани, очень понравилась, тоже бурь эмоций, шквал просто. Так что это заведение мне очень дало много в жизни. Профессия парикмахера для меня – это очень-очень много. Это вообще моя жизнь, то есть это мое хобби, которое плавно перетекает в работу. То есть работа мне это очень нравится, и на работу я хожу как на праздник. Труд парикмахера по своей сути ближе всего к искусству скульпторам. Прическа – это та же скульптура, только не застывшая, а живая. По сути, создается художественный образ, поэтому так важно развивать творческое мышление, понимать законы сочетания стиля и цвета. Если вас поразила красотой какая-нибудь женщина, но вы не помните, во что она была одета, значит, она была одета идеально. Именно так считала великолепная Коко Шанель. Сегодня задача хорошего мастера – добиться идеального сочетания прически с внешностью, одеждой и макияжем клиента. В общем, парикмахер должен дарить людям красоту, ведь она, как известно, спасет мир. Опытный парикмахер, любящий свое дело, а самое главное – процесс творчества в нем, уже может на глаз определить, подойдет ли та или иная прическа его клиенту. Дать совет по стилю одежды, макияжу. В профессии парикмахера существует определенная специализация. Некоторые мастера занимаются только мужскими прическами, другие, наоборот, только женскими. Есть и другая категория специалистов, которая работает исключительно с детьми. Работая с ними, парикмахеры на время становятся воспитателями и педагогами. Юные модники проявляют особый интерес к своему внешнему виду. Не стоит подавлять желание ребенка выглядеть красиво, а грамотные специалисты запросто могут превратить этот процесс в настоящее волшебство. Чтобы попрактиковаться в этом направлении, в гости в колес часто приглашают воспитанников детских садов. Проходит урок на тему современной детской прически. Мы обычно изучаем теоретические вопросы, изучаем прически, в целом элементы прически. А сегодня у нас была такая практическая деятельность. Детские прически мы пригласили из садика 158. И вот сегодня наши будущие парикмахеры делали прически им. Пробовали делать какие-то элементы. У кого-то они получили сложные, у кого-то простые. Применяли, конечно, детские аксессуары, цветочки, шпилечки и так далее. Но, в общем, девочки наши из садика остались довольны, счастливые. А наши девушки-парикмахеры потренировались. Лаки, муссы, утюжки – все это детскими мастерами не используется. Я учусь в ЧТК, потому что я с детства мечтала стать парикмахером и делала куклам прически. И сейчас я учусь здесь, потому что и мне нравится здесь учиться. В этой профессии мне больше всего нравится делать окрашивание волос, потому что мне нравится процесс этого всего. И результат меня радует всегда. Профессия парикмахера нужна в современном мире, что делает людей красивее, ярче. Я пошла в профессию парикмахера, я хотела стать отличным мастером, показать, на что я способна, делать разные прически. Мне нравится стричь, укладывать, делать косички, окрашивание и прочее. Самое трудное – это окрашивание. В нем сложная техника. Сами дети результатами остались довольны и ушли в детский сад с красивыми прическами на голове. Мне сегодня на голове сделали прическу-змейку. Когда делают прическу, я не люблю. Маша Андреевой настолько понравилась в учебном салоне, что она и сама не прочь пополнить ряды парикмахеров, когда вырастет. Мне сделали прическу-корзинку. Возможно, то, что я в будущем буду парикмахером. Чтобы устроиться на работу специалистам парикмахерского дела, не нужно прилагать особых усилий. На рынке труда рыцари ножницы расчески всегда пользовались и будут пользоваться спросом. Салоны красоты и парикмахерские до сих пор продолжают открываться практически на каждом углу. Есть и предприниматели, которые принимают студентов колледжей на практику, а затем приглашают их уже на постоянную работу. Давно существующая практика о том, что мы берем студентов, выпускников к себе непосредственно для прохождения практики. Также мы их трудоустраиваем. В данный момент на моем предприятии находятся две очаровательные, милые, просто профессиональные девочки. Через неделю, даже через 10 дней, быть более точнее, в моем коллективе сложилось мнение, что эти девочки действительно стали частью нашего коллектива. Они уже не только пришли учиться, но они уже работают, они являются прямо, знаете, частью цепочки для создания того самого шедевра. Несмотря ни на что, назвать работу парикмахера легкой, язык не поворачивается. Профессионал своего дела практически весь день проводит на ногах. Есть одна маленькая проблема с выбором профессии, потому что парикмахер – это сфера услуг. Они каждый способен обслуживать. Мы работаем и с детскими садами, и со школами особенно, чтобы помочь молодым людям выбрать именно правильную профессию. Может быть, он не может работать в этой сфере, может, он сварщиком, наоборот, или бухгалтер. Но если вы считаете, что стать парикмахером – ваше призвание, то смело можете поступать в Чебоксарский экономико-технологический колледж. Обучиться на специалиста по уходу за волосами здесь можно за три года. На сегодня это все, что мы успели вам рассказать о стрижке, покраске и укладке волос. Выбирайте профессию с умом. А я с вами прощаюсь. Увидимся в эфире национального телевидения «Чуваши». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова